К другим новостям. Мертвые души в казахстанских больницах. Многие, меняя место жительства, не задумываются, куда они будут обращаться за медицинской помощью. О процедуре прикрепления к поликлинике вспоминают лишь тогда, когда заболеют. А все это время медучреждения, к которому пациент относился ранее, получают подушевое финансирование. Чтобы избежать таких фактов, глава Минздрава поручил отказаться от бумажной документации и перейти на электронный формат прикрепления. Каким образом, расскажет Эгири Мукашева. Электронная очередь, запись на прием в режиме онлайн и даже паспорта здоровья. Цифровизацию сейчас активно внедряют в сфере здравоохранения. Пытаются сделать посещение поликлиник и больниц максимально удобным для пациентов. В том числе и процедуру прикрепления к медучреждениям. Сейчас это можно сделать, не выходя из дома. В связи с выведением цифровизации мы вводим через ЕГОФ электронный вариант прикрепления. Это люди, которые имеют электронную подпись, могут войти в ЕГОФ, зарегистрироваться и на основании этого в ЕГОФ и нашей поликлиники рассматривать и мы прикрепляем. Отказаться от бумажной документации. Сейчас этой новостью пестрят многие информагентства. Поручение министра здравоохранения вызвало общественный резонанс. Но это мера необходимая, чтобы не было фиктивных прикреплений, говорит Ельжан Бертанов. Оказалось, что сам глава Минздрава числился в поликлинике другой области. А ведь за каждого пациента государство выделяет подушевое финансирование. Потому в медучреждениях сейчас активно переходят на цифру. А фонд социального медицинского страхования ввел штрафные санкции за фиктивно прикрепленных. Мы решили перейти на такой формат. Но чтобы этих вопросов не было, мы давали поручение всем акиматам, чтобы в поликлиниках были люди, которые помогут там же пройти эту процедуру через портал ЕГОФ. В принципе, к ЭЦП мы привыкаем, но есть люди пожилые и так далее. Или если люди хотят переприкрепиться, им должны оказать помощь. Такое нововведение приветствуют представители поколения НЕКСТ. Если поменял адрес проживания или предпочитаешь другую поликлинику, можно зайти в личный кабинет и сменить медучреждение. А вот людей старшего возраста такое новшество пугает. Но перейти на цифру в один день, конечно же, невозможно. Потому и старую форму прикрепления никто не отменял. Успокаивают в Управлении здравоохранения. Можно заполнить заявление, как и раньше. Нужно прийти в поликлинику с удостоверением личности. Данные отсканируют и отправят в ЦОН. Но все больше тех, кто предпочитает электронный вариант прикрепления. С начала года в нашей области таких было 8,5 тысяч. Айгири Мукашева, Данил Тарасов, Новости МТРК.